Жители Красногорска в период эпидемии новой коронавирусной инфекции могут получить меры социальной поддержки, которые утверждены на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Так, по указу президента, семьи, имеющие право на материнский капитал и дети не старше трех лет, получают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Для оформления необходимо подать заявление через личный кабинет на сайте пенсионного фонда или на портале государственных и муниципальных услуг. Рассчитывать на единовременную материальную помощь могут и постоянно зарегистрированные в городском округе малообеспеченные многодетные семьи, неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а также малообеспеченные пенсионеры старше 60 лет и инвалиды. Чтобы оформить пособие нужно обратиться по телефону 8 495 562 26 44 и предоставить соответствующие документы. Еще одна единовременная выплата в размере 5000 рублей из муниципального бюджета предусмотрена при рождении первого ребенка. Получить ее может один из родителей, который постоянно зарегистрирован в Красногорске вместе с ребенком. Для оформления нужно обратиться по номеру 8 495 562 26 44 и подать необходимые документы. Адресная социальная помощь оказывается пенсионерам старше 65 лет, соблюдающим самоизоляцию. Полторы тысячи рублей после начала домашнего режима и еще полторы с 14 апреля. 3000 рублей материальной поддержки получают и соблюдающие режим самоизоляции жители округа с хроническими заболеваниями. В их числе инсулинозависимый сахарный диабет, другая хроническая обструктивная легочная болезнь астма, бронхоэктотическая болезнь легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и другие. Жители Красногорска, признанные безработными и отработавшие в 2020 году не менее 60 календарных дней, имеют право на доплату к пособию по безработице. Максимальный размер выплаты – 15 тысяч рублей. Стать на учет можно дистанционно через портал работа в России труд7.ру. Семьи, в которых родители потеряли работу в ближайшие три месяца, дополнительно получат по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. На соцподдержку могут рассчитывать и медицинские работники. Молодые специалисты ежемесячно в течение первого года работы получают стимулирующие выплаты в размере 1000 рублей. Такую же доплату каждый месяц получают и медики, имеющие почетные звания, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Стимулирующие выплаты по 5000 рублей каждый месяц получают средний медицинский персонал, оказывающий услуги первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в школах и дошкольных учреждениях. Также медики получают частичные компенсационные выплаты в размере 18 тысяч рублей за наем жилых помещений. Субтитры создавал DimaTorzok